Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня у нас в гостях председатель Мордовской региональной организации инвалидов войны в Афганистане Виталий Курочкин. Виталий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос. Давайте расскажем зрителям, какие основные функции выполняет ваша организация. Наша организация инвалидов войны в Афганистане, согласно уставу, там все прописано у нас, содействие в защите прав и законных интересов инвалидов, боевых действий, членов семей, также содействие в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Как говорится, мы далеко от этого не уходим. Мы это направление постоянно и занимаемся. Помогаем восстанавливать здоровье, утраченное когда-то в горах Афганистана. Вообще, так по мелочи, то есть по небольшим вопросам, вопросы всякие возникают. У нас все-таки это общество, общество равных товарищей, друзей боевых. Собираемся, обсуждаем, наболевшие вопросы, бывают просто такие технические, помогаем решать друг другу. Для этого создавали мы общество. Общество по интересам, общество по своим проблемам. Мы их собираемся, решаем. Вот такие, как бы, в двух словах. А на деле-то бывает очень много. Давайте поговорим о том, что год назад вас назначили председателем. Что за этот год изменилось? Тяжелый год достался. У нас, как его назвать, головном предприятии в Москве, общероссийская организация, общественная организация инвалидов в Афганистане. Там идут перемены сейчас, меняется руководство, структура. И все это на фоне, как бы, разногласий. Соответственно, это аукнулось и нам. Мы лишились поддержки, пока вот на данный период оттуда. С другой стороны, Мордовия у нас, как вы тоже знаете, вам известно, с бюджетами все в порядке. И очень даже не в порядке. И это нас тоже коснулось. В 2019 году нам выделили субсидию, можно сказать, чисто символическую. И то пока на бумаге. Чисто символическая субсидия. И сейчас организацию в 2019 году, я бы сейчас архитеризовал свое управление, как кризисный управляющий. Мы находимся в очень непростой ситуации. Но самое такое, я бы хотел поделиться с вами, открыть или сказать, что, пока я был рядовым членом, я на это внимание как бы не очень упрощал, как стал руководителем, это мой коллектив. То, что наши организации, наш коллектив, я его увидел по-новому. Вот в этой, как говорится, турбулентности, когда не на что опереться, неоткуда ждать помощи, мне поставили плечо. Мои друзья, мои члены организации, они мне поставили плечо, и они откликнулись на все мои просьбы, призывы, кто действиями, кто материально, кто как. Но в трудной экономической ситуации, какие вы все-таки помогаете решать острые вопросы людям, которые к вам обращаются в организацию? Ну, вот за мой год очень острых вопросов не было, не было, чтобы помочь. В основном наша деятельность направлена на то, чтобы все-таки мы инвалиды, инвалиды потеряли здоровье в горах Афганистана, у нас, ребята, есть Северного Кавказа, у всех травмы. Это самое основное направление – это реабилитация здоровья, помощь в восстановлении. Вот в этом плане у нас налажено… Подмосковье есть в Русском районе. Есть центр восстановительной терапии воинов-интернационалистов имени Ильхадзея. Он уже давно функционирует. И мы ежегодно отправляем туда по 100-120 человек. А уникальность еще такая в том, что не только ветеран боевых действий может там поправить свое здоровье, но еще и супруга. И все это бесплатно. Все бесплатно. Мы помогаем, как говорится, хочу, чтобы люди знали, что мы не заменяем медицинское учреждение. Мы ни в коем случае. Мы помогаем оформлять документацию, потому что это тоже сложно. Для некоторых это вообще, как говорится, прям непонятно. Собрать документацию, согласовать сроки пребывания. А от самого ветерана остается только оформить соответствующее направление по месту своей медицинской регистрации. Желательно, чтобы предварительно у нас проконсультироваться, потому что там ряд только таких лечится болезней, которые в основном связаны с военными действиями. Это черепно-мозговые травмы, контузии, это инсульт, после инсульта, восстановление. Ну и все, как вы имеете в виду, дорсиальное, это спина. Рассеохондрозы. Ну, кто был в горах Афгана и Северного Кавказа, я думаю, что это 100% такое заболевание имеют. Из наших инвалидов черепно-мозговые контузии, это практически тоже процентов 90. Так что вот это направление, желательно, чтобы оно было так оформлено, и по этому направлению можно пройти лечение. Скажите, вообще, на какие формы социальной помощи могут рассчитывать участники боевых действий в Афганистане и инвалиды? Все эти формы социальной поддержки, они прописаны. Есть закон о ветеранах, федеральный закон, там все прописано. Ветераны, инвалиды, много чего, и чтобы не запутать, я все это перечислять не буду, тем более некоторые льготы уж в свою актуальность потеряли. Это, допустим, там прописано, что неочередная установка телефона. Кому сейчас это интересует? Это неинтересно, потому что, пожалуйста, телефону. Прикрепление к медицинской части или поликлинике после увольнения, там, где он был прикреплен. Сейчас медицинский полюс, куда хочешь, туда идешь. И много таких. Я хотел бы озвучиться, как бы, такой актуальный, такие более животрепещущие, тем более, сейчас вот уже наш, наш афганцы уже подходят к этой черте, по возрасту. При достижении 55 лет инвалид боевых действий, ветеран, ну, инвалид, в первую очередь, имея стаж 25 лет, может получать вторую пенсию, как бы она называется, по старости или трудовая. Так он получает пенсию по инвалидности, в зависимости, там, сумма варьируется от группы. Вот. Потом мы, как ветераны боевых действий, инвалиды, получаем ЕДВ, так называемые, или, ну, это ежемесячные денежные выплаты. Она, хотя можно получать, как бы, это в натуральном виде. Это, она, как по-другому называется, набор социальных услуг, в которые входят бесплатные медикаменты, входит бесплатное курортное лечение, проезд туда один раз в год, бесплатное здесь, на транспорте. Вот. А кто считает нужным, переводит это в денежное выражение. Это называется ЕДВ, ежемесячное денежное вознаграждение или выплата. Она небольшая, в районе трех тысяч, без копеек. Так что, недорого наши льготы оцениваются. И вот, там, возможно, варианты. Можно отчасти отказаться, оставить курортное лечение, ну, сумма будет меньше. Вот. Ну, такие. Вот, и хочу, кажется, почему это заострило внимание, потому что уже 55 лет, уже многие к этому, уже перешагнули порог. Кто-то уже к нему подходит. И уже пора, как говорится, собирать документы. Вот. По поводу женщин, это на пять лет все, как говорится, поменьше. При достижении 50 лет, при стаже 20 лет. Вот. Вот это такая, я думаю, сейчас для инвалидов, она очень интересная информация. Я думаю, что они знают, большинство наших ребят знает, но кто не знает, вот я через вас хочу это донести. Можно обратиться к вам в организацию, чтобы помогли оформить документы и за консультацией? За консультацией, за оформлением, что в наших силах, мы поможем. Конечно, все можно. Вот. Потом освобождение от налога на недвижимость. В одном варианте, в смысле, если человек нескольких, то, естественно, только с одной будет. Оплата 50% коммунальных услуг. Вот такие вот, более такие актуальные. Ну, остальное, или натуральное. Ну, еще добавить, кто встал на учет по жилью, кто нуждается в улучшении жилищных условий до первого ряда 2005 года, они к ним применяются, как бы, согласно этому закону о ветеранах, к ним субсидирование напрямую из бюджета идет. Вот. И, как бы, не от наших региональных зависит, а оттуда и очередь, может быть, повезет и будет двигаться получше. Все, кто позже 2005 года встал на учет, те, уже на основании жилищного кодекса, там, в общую очередь они встают. Вот такой еще актуальный момент. Ну, в любом случае, вы наверняка проводите, помимо оказания помощи, какую-то информационную работу. Круглые столы собираетесь, разговариваете по части этих мероприятий. Круглые столы мы целенаправленно в этом году не собирали. Мы их собирали, как бы, по мере возникновения вопросов. И весь актив, как сказал мой коллектив, он замечательный, только по первому, как сказать, звонку все собираются. И мы обсуждали, было у нас пару обсуждений очень серьезных вопросов, касаются они, правда, только нашей организации, внутренних дел. Доводить до, ну, знаете, Саранск и Мордовия – город небольшой. Мы все уже более-менее нас знают, большинство, конечно. Но есть, кто и не знает, обращаются. Добавок, у нас еще есть ветеранские организации. Это Боевое Братство, это Российский Союз ветеранцев Афганистана. Мы вместе с собой контактируем, даже, как говорится, плотно контактируем, решаем многие вопросы организационные. И поэтому, если кто-то обращается, узнал про Боевое Братство к нему, а вопрос больше компетентный к нам, нам звонят и говорят, вот вы есть человек, пожалуйста, поработайте, все, проблем нет. То же так же бывает, что вопрос более компетентный к той организации, или они больше обладают ресурсом каким-то, то мы обращаемся к этой организации, человеку рекомендуем, пожалуйста, вот наши братья по оружию. А почему такая разрозненность? Неужели нельзя сделать одну большую организацию? Это уже вопрос не первый раз, он же витает, как говорится. Но, с одной стороны, это было зараздано не нами, это было не нами задумано. Ведь организации, знаете, уходят корнями 1990 года. И, по идее, как говорится, оттуда все идет. Мы сейчас понимаем, да, маленькая республика, зачем нам столько много организаций? Ну, я думаю, что к этому, возможно, и придет. Это все-таки решается там в Москве. Скажите, как вы работаете с молодежью и работаете ли? Патриотическое воспитание. Ну, вот этот год у меня, как я возглавил, был очень бурный в этом плане. Тем более, в этом году у нас была знаменательная дата – 30 лет вывода войск с Афганистана. И к этой дате у нас было очень много встреч по школам, по училищам, сейчас они на колледже называются. Более того, я попросил своих активных участников нашей организации пройтись по школам и напомнить о себе, чтобы люди знали, к кому обращаться. Потому что на самом деле они это не знают, в школах не знают. Хотя на совещаниях к этой дате, когда были совещания, на уровне правительства, с образования докладывали – все, мы готовы, мы всех оповестили, мы работаем. И когда наши члены приходили и представлялись так и так, мы можем с вами провести. Все были такие довольны, говорят, а мы не знали, к кому обратиться. Так что кто там правду говорит, кто там нет. Вот, ну, благодаря тому, что мы прошлись, кто-то нас уже до этого знал, по школам ходили, по училищам. Хочу отметить, был в родной школе 23-й. Как там нас встречали, замечательно. Ребята, молодые еще ребятишки, им 5-6 класс подготовились. Вопросы задавали такие, в тупик ставили. Вы понимаете, что сейчас творится с молодежью, что сейчас с экрана показывает, где ему набираться добра. То, что было заложено нашими родителями, нашими дедами, наши добрые, хорошие – это дружба, братство, взаимовыручка. А тем более мы, пройдя через войну, более, как говорится, поняли не на словах, а на деле, что такое взаимовыручка, что такое помощь, взаимопомощь, что такое дружба. И нам надо это передать. Если у вас есть слова-пожелания, в преддверии 9-го мая можно обратиться к зрителям. Спасибо. Наступает у нас большой праздник, великий праздник, День Победы. Как я уже говорил, будучи подростком, мы слушали вас, дорогие ветераны, впитывали все ваши подвиги, победы, все ваши рассказы, весь ваш дух русского воинства. И уже там, в горах Афганистана, когда было трудно, даже порой страшно, мы всегда вспоминали вас. Мы всегда вспоминали вас, какие неизгоды вы прошли, какие, говорит, прошли бои, через какие бои, потери. И наш страх, наша слабость сразу же уходила, мы ее прятали глубоко в себя. И хочу этим сказать, что вы там были с нами, в Афганистане, в наших сердцах, в наших умах. Спасибо вам. В этот праздник я хочу вам сказать только одного. Здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Бодрость духа. Не унывайтесь. Спасибо за искренние слова. Я к ним присоединяюсь. Желаю вам удачи. Спасибо большое, что были у нас в студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами был Азина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся вновь. Спасибо.